Продолжение следует... Я разлив. Взлет в группе разрешаю. На старте штиль. Счастливого пора. Пошли. 190. Ветка. 803. Запуск. 803. Запуск запрещаю. Шасси. МК. 200. ПК. В воздухе. Обороты. Обороты. Сочи. 803. Запуск. 803. Сочи. Запуск разрешаю. 505. Академия. 506. 607. Сочи, 803, руление. Сочи, 803, Сочи, разрешаю руление на полосу 2-4. 640, 8-й, прошу ППМ 3 на 600. 640, 8-й, прошу ППМ 2, прошу ППМ 2, прошу ППМ 2. 3-й, пошел. 4-й, пошел. 640, 8-й, прошу ППМ 4 на 600. 248, в воздухе. Сочи, 803, взлет. 803, Сочи, взлет по готовности. Отход по схеме на 300. По давлению 7, 6, 4, 4, 2. 803, так как ваше звено только прибыло и ранее вам не доводилось участвовать в боевых действиях, я кратко расскажу об особенностях боевого применения Су-25. Для ударов по наземным целям НС на Су-25 в основном используются авиационные бомбы АБ и неуправляемые авиационные ракеты НАР. Для атаки воздушных целей противника предусмотрена возможность подвески двух управляемых ракет УР, типа Р-60М. 640, 8-й, пошел. Нар С-8 эффективны для поражения живой силы противника и слабо бронированных целей. Тяжелые НАРы С-24Б и С-25ОФМ предназначены для поражения инженерных сооружений и скопления сил противника. Не следует забывать, что масса боевой части ракет достигает 200 килограмм, и при низком выводе из атаки есть угроза попасть в зону разлета осколков собственных ракет. 3-1, пошел. Нашел ППЛ-3, НАР, 5-2. По тяжело бронированным целям имеет смысл использовать кассетные биотрепассы, типа РБК или КМГУ, с зарядкой ПТАБР. КМГУ лучше использовать по колоннам и силам противника, расположенным на одной линии. КМГУ можно применять на меньшей высоте, чем РБК, поэтому можно более точно накрывать цель. РБК, в свою очередь, необходимо сбрасывать по высоте не менее 200-300 метров в горизонтальном полете и более 600 метров при пикировании, иначе площадь поражения будет очень незначительной. 3-1, занимаю строй. Выбор типа боеприпаса определяется характером цели. КМГУ больше подходит для поражения протяженных целей, над которыми возможен прямолинейный полет в течение нескольких секунд до полной разгрузки контейнера. РБК можно использовать по точечным целям. Фугасные авиабомбы необходимо применять с подлюдением требуемых мер безопасности в избежании поражения самолета осколками своих же бомб. Для скоростей порядка 400 км в час безопасная высота составляет около 650 метров. Для скоростей порядка 500 км в час 550 метров. Для скоростей порядка 700 км в час 450 метров. Применять нары следует в пикировании с углом захода 8-10 градусов от длинной стороны цели, чтобы в случае какой-либо ошибки в учете ветра или режима некоторая часть ракет гарантированно попала в цель. Эффективная дальность стрельбы от 500 до 2000 метров. При этом необходимо учитывать обстановку и возможности сил ПВО, находящихся в районе цели. Во время ввода в пикирование или вывода из него нельзя допускать резких движений. Это может привести к разбалансировке самолета и выходу на закритические режимы полета. Движения ручки управления должны быть плавными, но интенсивными, с контролем угла атаки и перегрузки. При выборе направления захода на цель необходимо учитывать информацию о разведанных средствах ПВО противника, рельеф местности и направлении ветра. При скорости ветра более 10 метров в секунду лучше заходить либо по ветру, либо против ветра. Рельеф местности играет важную роль при выборе направления захода. Так, например, при расчете захода на цель необходимо убедиться в отсутствии препятствий на пути выхода из атаки. С другой стороны, грамотное использование рельефа местности позволяет уменьшить время нахождения самолета в зоне досягаемости средств ПВО противника. Например, уход самолета после атаки за гору или за холом значительно повысит шансы на благополучный выход из опасной зоны. Во время захода на цель необходимо учитывать, что противник может иметь скорострельные ствольные системы ПВО, которые достаточно эффективны на встречном курсе. Для уменьшения вероятности поражения ракетами ПЗРК следует ввести отстрел ИК ловушек ЛТЦ сериями по 2-4 штуки с короткими интервалами. При визуальном обнаружении пуска необходимо увеличить темп отстрела ЛТЦ до 4-6 в секунду, одновременно выполняя противоракетный маневр с перегрузкой. Наибольшая эффективность ловушек достигается в случае их отстрела в сторону подлетающей ракеты, с таким расчетом, чтобы ловушки находились между ракетой и самолетом. Таким образом, для успешного выполнения боевой задачи необходимо четко представлять модель полета, захода на цель и выхода из района цели. Также нельзя забывать про безопасные высоты и дальности использования авиационных средств поражения, АСП. Помни все это, у тебя будет больше шансов выжить, а остальные мелочи познаешь сам. Их по радио не передать. Кстати, рекомендую выспаться. По плану получения допуска на ночную работу. Ну, в общем, сам все узнаешь. Продолжение следует... Продолжение следует... 248. Прошел ППМ 2 на 140. 247. Прошел ППМ 6 на 500. Продолжение следует... Продолжение следует... Пр aşают. Встреча с ППМ-3. 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 Встреча с ППМ-2. Встреча с ППМ-2. Встреча с ППМ-2. Встреча с ППМ-3. 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 Встреча с ППМ-2. Встреча с ППМ-3. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 950-й. Прошел ППМ 3 на 600. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА УКЛАД. 803. Возврат. 8-0-3. УКЛАД. Следуйте курсом. 1-3-3. Удаление. 1-3. Давление. 7-6-5,9-2. Посадочный. 3-0. Занимайте высоту круга. ППМ 4 на 100 полсотни. Звену. Возврат на базу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пошел ППМ 4 на 700. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА